Ну, хорошо, давайте поговорим немножко тогда вот о Дегеле и Пальменике. Это действительно другого рода начало, другого рода начало. Ну вот, начнём с именологии, чтобы разогнаться. Значит, мы знаем, что когда, ну вот такое дело, когда форма сознаёт себя как форму предмета и соотносится с собой, это то же самое. И, конечно, иначе говоря, форма соотносится с собой как с формой предмета. Форма знает себя как форму предмета. Это значит, что форма в предмете соотносится с собой. Это значит, что форма в предмете соотносится с собой. Или соотносится с предметом как с собой. Когда форма сознаёт себя как форму предмета или соотносится с собой как с формой предмета, это означает, что форма в предмете соотносится с собой. Или полагает предмет, как свой предмет. Овладевает предметом, овладеет предметом. Это называется бытие. Вот это называется бытие. И только это называется бытие. Когда форма в предмете соотносится с собой, я полагаю, что это и называется бытие. Когда мы говорим бытие, мы имеем эту ситуацию. Это единственный смысл бытия. Единственный смысл бытия. Никакого другого я не знаю. Когда Гиггер в логике говорит об Пармениде, он говорит, что у Парменида сознание со всей, или философией там, со всем воодушевлением сознания впервые осознавшего себя. говорит, что бытие есть. Осознание впервые осознало себя, оно впало в одушевление, естественно, и назвало это бытие. и сказало вот эту фразу. А не получается, что быть равным себе и быть – это одно и то же. Казалось бы, вот равным быть равным себе и вообще равенство себе и быть себе – это нечто разное. А у вас получается, что быть равным себе и быть – это одно и то же. Быть равным себе в предмете – и у Гиггера, и у Парменида. Быть равным собой в предмете. Нет, просто сознание равно себе, но равно себе и везде, в том числе и их предметы. Просто это счастье, что оно в предмете равно себе. Просто сознание изначально по природе себе равно. Ну, просто нет такой ситуации, когда есть сознание, предмета нет, и оно созерцает равенство с собой. Сознание обнаруживает себя в предмете равным с собой. Мне просто как бы форму изначально равна себе, безотносительно. Знает она о себе еще или нет? Откуда это берется? Форма впервые узнает о себе. То есть она устанавливает равенство, получается? Или всё-таки оно равно себе TRA día на уста на распис. Она рождается в предмете, если так хочется, устанавливает себя в предмете. То есть… Получается, что корма должна всегда вернуть о себе, как оно равно себе. Или она изначально по природу же равна себе, а в предмете она только обнаруживает, что она оказывается равна себе? ну нет никакой природы помимо того что в предмете форма introduced если формы изначально себе не роман нет при плеки никак musique изначально так много молек что форма актуально изначально означает что быть относительно знают она себе не зато нам уже рома себе нет это такого это никогда не означает ни в нашем построении, ни в каком-то другом. Если для того, чтобы быть равным, надо устанавливать взаимоотношения с собой, то это не является, как мне кажется, началом человека. Рефлексия всегда стояла на вторичниках, на вторичниках. Как мне кажется, если реплексия самого начала предполагается. А как иначе? Не говорю уже о том, что если не только реплексии удерживают равенство себе, то она в каждый раз форме себя теряет. И она не является по природе себе актуальной, она просто на самом деле это нечто тоже становящееся. Кто-то утратил, а кто-то утратил рефлексию, тут же перестал заниматься. Правильно, что форма точно так же становящееся нечто. Она то возникает, то исчезает, то возникает, то исчезает. Приходит саму себе руку в реплексии, как бы устанавливать себе и тут же себя теряю. Форма сама по себе становящееся. Можно проще сказать, что форма – это становящееся. Но внутри формы, как бы, одно, как бы, устанавливает то жестью с собой, а другое становящееся продолжает становиться. Нет, ну, сочетать слова нужно все друг с другом, лишь бы грамматически верно. И вы, Олег Михайлович, говорите об этом, как о начале науки логики. Да. Вот тогда смотрите, если это так, то, конечно, непосредственно бытие у нас имеется в наличии. Вот вторую ситуацию, ситуацию ничто, может, такую ситуацию никогда не получим. Она здесь не раскрывает. И так поменит и поступает. У него бытия есть, а небытия вовсе нет. Вот этой самой ситуации ничто, которое сказывается именно об этой самой ситуации, мы ее не обнаружим. И нам этого торжества между ничтом и бытие провести не удастся поэтому. Вот так я думаю. И поменит его действительно не обнаруживает. Он не обнаруживает этого самого ничто. Небытия вовсе нет. Это просто краски. Небытие и ничто – это разные вещи? Понятно. Что поменит имел в виду ничто, конечно. Просто примере как небытие. Здесь канон перевода, канон стиха, по большому счету. Мы его выучили из тех, что… А на самом деле никакого бытия есть, а ничто нет. Это таков канон стиха. Мы понимаем то стержание, которое с ним скрывается. И поэтому парменидовская философия с этой точки зрения она адекватна в ситуации. Но мы, пытаясь становясь на парменидовскую точку зрения, соотношение в предмете сознания с самим собой, никогда не получим вот этой второй составляющей начала Матиллоки и Гегеля. То есть в ситуации ничто. Нет ее. И мы нечего тогда говорим, ничто, а то есть систь бытия. Как Гегель строит? Он говорит, что когда сознание соотносится с собой как с формой предмета, то мы это называем бытием. Причем бытием мы называем именно этот предмет, который мы таким образом полагаем. Мы полагаем, когда мы полагаем предмет, то есть в предмете соотносимся с собой, когда сознание в предмете соотносится собой, она таким образом полагаемый предмет определяет как и называет как бытие. Но с другой стороны, рассуждает Гегель, форма сознания об этом предмете своем ничего сказать не может. кроме того, что он бытие, кроме того, что он есть. Да, но получается, что в тот момент, когда мы о ситуации непосредственно полагания предмета в качестве бытия переходим к обсуждению этой ситуации для себя, мы вот эту самую непосредственность предмета теряем. раз мы теряем непосредственность предмета, то, соответственно, пока сказать, что ничто можем, но это будет не о том предмете. Ну почему, в каком смысле предмет непосредственный? Ну в том смысле, что в нем… Потому что ничего, ничего нет другого. Раз у нас есть отношение, отношение с самим собой на почве предметов, поскольку… Нет, нет, нет. То, что непосредственно берется без помощи понятия. То есть нет понятия. Ну что значит непосредственность? Без понятия. Без использования понятия. Нет, нет, было… Без использования мышления он непосредственно, без понятия. Без фиксации, условно говоря, да? То есть понятие мышления, оно фиксируется раз в ситуации, а также создаёт то же в ситуации. Любая мысль – это форма некая, да? Ну давайте постоим на логике сначала, на логике. Потом попытаемся сравнить, может быть, с логикой. Значит, снова, когда сознание сознаёт себя и соотносится с собой как формой предмета, она тем самым предмет себе полагает и в предмете соотносится с собой. – это его, сознание, предмет. И этот предмет, оно, сознание, называет бытием. Но, с другой стороны, о предмете оно больше ничего не знает. И это, конечно, понятие бытия. Но это как бы понятие непосредственное. То есть то, что Гегель же там много раз повторяет, не на небе и на земле ничего, что не было бы непосредственным и опосредованным одновременно. То есть не бывает непосредственности, безопосредственности. И наоборот. – Ну помните, что с позиции «мы»-то было? Как раз бытие – это только с точки зрения какой-то вот этой внешней позиции. – Это в феноменологии. – Потому что внутри сознания только видит предмет непосредственно, и всё, никакого бытия она не видит. Это бытие она видит только исходя из этого, из позиции «мы». Мы видим, что всё, что у неё есть, у сознания – это только бытие. Сознание-то думает, что она наибосредственно сам предмет схватила. Вот ночь как ночь. – Это со мной феноменология, не логики. – Да, это в логике. Это я в логике. Я говорю про феноменологию, я про феноменологию говорю. – Ну а про логику говорю. Сначала вы в логике. – Итак, со всем одушевлением сознания, когда обнаруживает себя, что значит сознание обнаруживает себя? Это значит, что обнаруживает себя как форму предмета. – Я понимаю это так и искренне полагаю, что иначе как бы и понять, понимать нечего и нечего. То есть это, конечно, понятие. Это, конечно, опосредование, потому что форма соотносится с собой как формы предмета. – Это, конечно же, опосредование внутри самого сознания. И это, конечно же, понятие. Причем чистое понятие. Но это понятие чистое. В этом смысле непосредственно. – То есть оно никаких других опосредований, кроме опосредования себя собой, не имеет. – И об этом предмете, положенном сознании, оно, сознание, говорит только одно – «есть» или «бытие». Но больше ничего сказать не может. – Поскольку оно больше ничего сказать не может, кроме того, что Егель, рассуждает Егель, то это все равно что сказать – ничто. – Не, мне кажется, здесь чуть иначе можно понимать. То есть вот в этом акте сознание обнаруживает равенство с собой в предмете и тем самым опознает этот предмет в качестве бытия, в качестве чистого «есть». Но ничто возникает в тот момент, когда в этой же ситуации сознание обнаруживает равенство с собой в предмете и тем самым присваивает предмету статус бытия, если сознание задает себе вопрос, а является ли оно чем-то иным, помимо того, что «бытие», то ответ «нет». – то есть бытием является предмет, а ничто здесь выступает та часть, простое равенство с собой в мышлении. Вот это равенство, помимо того, что есть бытие, оно ничего в себе не содержит, и поэтому оно – ничто. И таким образом получается, что бытие и ничто являются двумя моментами от единого совершенно акта. И это одно объяснит, почему они там между собой могут вступать в диалектику. – Да, но для того, чтобы понять в этом ситуации ничто, как ты рассказываешь, для твоего первого ситуации, то есть ситуацию бытия, надо положить для себя. – Зачем? – Ну, потому что, чтобы понять – ничто, ее надо положить, сказать – это что? – Ничто. То есть она должна возникнуть ситуацию для себя. – Спорный вопрос, потому что для себя ситуация возникнет только тогда, когда форма будет осознана как опосредование, а здесь этого не происходит. здесь форма еще не отличает себя от этого положенного предмета бытия. Поэтому я думаю, что для себя здесь невозможно. именно поэтому, именно поэтому… – Ты же начал с того, что как раз форма отличает себя от предмета. То есть отношение на почве предмета – это если ситуация просто бытия или непосредственно. – Да, совершенно верно. – А здесь у нас на фоне его есть отношение с самим собой. – Вот смотри, что случилось. Форма в предмете установила равенство с собой, и тем самым предмет получил определение бытия. – Непонятно. – Почему? – Чтоб предмет получил определение бытия. – Ну… – Парменито же в этой ситуации не говорит ни о каком предмете. – Не предмет получил. – А просто говорит, что бытие есть, а не бытие нет. – Ну да. Вот этот предмет, он и есть бытие. – Почему? – То в чем? – Казалось бы, все, что мы знаем в этот момент, это знаем отношение с самим собой. предмет нас вынесен за скобки, а все, что у нас есть… – Нет, он не вынесен за скобки. – Это чистое отношение с самим собой. То есть на него вот эта самая картинка бытия непосредственно не переносится. – Я понял. – Нет, я-то думаю, что… – То, что внутри, я думаю, в предмете. – Совершенно верно. – Ты говоришь, что это равенство, как бы, ну… форма обнаруживая равенство с собой, тем самым забывая о предмете, да, сосредотачивается на себе. Нет, я же говорил о другой ситуации, той, в которой изначально все происходит. В предмете форма равна себе. Она тем самым не выкидывает предмет, ровно наоборот. За счет того, что она обнаруживает равенство с собой, предмет получает определение бытия, непосредственного бытия. Потому что здесь само обнаружение равенства с собой в предмете и есть полагание бытия. Нет никакого посредствующего взгляда. Да, ну хорошо. Тогда с этой ситуацией… Ну вот есть у нас определение бытия. Но тогда с какой этой ситуацией, та же самая как картинка, кажется ничто. Мое предположение такое, что поскольку форма обнаружила себя, она есть равенство с собой, да, она все-таки сознает себя равным в этом самом предмете. Это было условием того, что предмет получился. Да, но я хочу сказать, что единственным результатом является тождество бытия и предмета. Единственным результатом. Чтобы сказать, что это чрезвычайно самая бедная определенность, которая только может быть, или что-то еще, какие-нибудь теплые слова. Надо этот самый предмет взять как результат, положить его для себя и не учета сказать. Но у нас этой ситуации быть не может, потому что все, чем мы заняты, это утверждаем тождество бытия и без конца его утверждаем. Я понимаю, но почему мы это делаем? Потому что мы обнаруживаем равенство с собой. И если мы пытаемся сосредоточиться на этом равенстве с собой, является ли оно чем-то отличным от этого бытия? И отвечаем на этот вопрос себе – нет. Ничем отличным от этого равенства оно не является. И в этом смысле оно ничто. Мне кажется, оно не что в том смысле, что у бытия нет никакой другой определенности. То есть бытие – это же не какая-то определенность, да? Вопрос спрашивается – какая определенность? Определенность – никакая, то есть ничто. Ничто же – это же отрицание определенности, а не отрицание бытия. То есть бытие не имеет никакой определенности, поэтому оно ничто. То есть предмет со стороны определенности – ничто, предмет отождествился с бытие, а определенности никакой не имеет, поэтому он – ничто. Ну, Игорь, заставляет меня взять назад, по крайней мере, мое замечание, что о предмете бытие говорит, что оно – ничто – это неверно. Игорь построил значительно корректнее. Действительно, форма предмета относится с собой, и это называется бытием. Отношение формы с собой в предмете называется бытием. Не такой предмет в сознании называется бытием. Это говорится о предмете или об отношении с самим собой? Об отношении с самим собой. Это отношение с собой мыслится, как ничто другое, отличающееся от предметов. Правда же? Нет. Нет. На самом деле, что у Гегеля форму-то ведь не знает, что она самой с собой это соотносится. Она потом узнает это в голове, там, соответствующая, там, где будет это самосознание. То есть она соотносится с собой форму в предмете. Просто. Но предметным образом себя знает, то есть себя как бы не знает ни предмета. Если мы превращаем предмет в бытие, то мы никогда не можем нам сказать, что это есть ничто, потому что это предмет. А потому что про ничто сказано не про предмет, а про себя. Ничто – это определенность предмета. Арктистика? Я понимаю этот вариант. Нет. Тогда ничто – это одно, а бытие – это другое. И мы не можем сказать, что ничто – это соответственно бытию. Можем, потому что исходным является не полное отождествление бытия и предмета, и не полное обнаружение равенства себя с собой формой, а соединенный случай. В предмете форма обнаруживает себя. Либо ты делаешь акцент на один момент этого опыта и это бытие, либо на другой момент этого же опыта и это ничто. И Гигель нам говорит, что ничто и бытие не являются двумя сторонами одного и того же. А это просто бытие есть ничто и ничто есть бытие. Не, не, подожди. Это деление существования и сущностей не упраздняет. На самом деле мы имеем, у предмета всегда есть два аспекта существования и сущности. Если вот этот первый предмет как бытие, у него нет никакого другой сущности, как ничто. Если мы имели всякий раз отношения, и в отношении мы говорили, да, это бытие. То есть суть бытия состоит в нашем отношении с предметом. Не переносится ни на какой предмет, а то есть суть бытия состоит в нашем отношении с предметом. И вот тогда бы об этом самом отношении можно было сказать, что оно есть ничто. Тогда бы как-то можно было сказать, но предметы выносятся за словом. Есть и что это? Каламбов. Просто ничто. Лишенность всякой определенности. Тогда это дело отличается. Но разве чистое бытие не лишено всех определенностей? Мы просто вот так вот берем безотносительно по стране чистое. Правильно, где-то ты тоже положите его для себя. Нет, просто безотносительно полагания. Чистое бытие. Чтобы сказать о том, что оно лишено всех определенностей, должен положить его для себя. Но если мы все время связаны с предметом, если мы связаны с незримой нитью, то тогда, когда мы полагаем его для себя, наша связь с предметом развивается. Тогда это ничего не может сказать, потому что это другое бытие. Такое пробовинное они постоянно связаны между собой. Так хорошо. Рефлексии вы теряете предмет, я чуть не очень так понимаю. Рефлексии же предмет не теряете. Оно может одновременно удерживать предмет и рефлектировать. У тебя получается, ты обнаружил себя, то ты его обнаружил на базе предметов. То есть неразрывно связано с предметом. Теперь ты об этой ситуации хочешь что-то сказать. Что ты делаешь? Ты полагаешь ее как некую сущность, как нечто. Содержание. О чем ты можешь обсуждать с точки зрения содержания? У Гегеля содержание это обнаружение себя уже вне предмета. Один раз ты обнаружил себя в предмете, это бытие, второй раз вне предмета это содержание. Ну, кстати, правильно. Так Игорь об этом и говорил. Я говорю об этом, только я говорю, что в этом случае если мы обнаружили вне предмет это содержание, а содержание это лишенность всякой определенности, то есть до самого ничто, то все, бац. Бытие это об одном, а ничто это о другом. Ну, вот, к сожалению, я не знаю, чем это объяснить, но Гегель в логике не делает... Вот Игорь сделал ход. Действительно, мы берем с одной стороны этот опыт бытия, как бы, со стороны предмета, называем его бытием, берем со стороны отношения с собой, называем это ничто, берем со стороны непосредственности это бытие, первой стороны опосредование, это ничто. Но Гегель этих слов не говорит. Что было бы трудно сказать-то? Не надо быть Гегелем, честное слово. Тем более, это вообще самый первый том, он же его переписывал потом, мог по здравому размышлению. Чтобы оно проще было, надо было как-то психически, как он оставил, да, и погиб. Он же не был без начала. Да не проще, но просто... У него просто получается, в бытие есть ничто. Ведь как развивается дальше-то интересно. Бытие не переходит, а перешло в ничто. Ничто не переходит, а перешло в бытие. Что это значит у Гегеля? Я прочитал тут. Это означает, что бытие и ничто одно и то же. Они непосредственно переходят друг в друга. То есть нет феномена перехода. То есть нет, ну, как бы это, события перехода. Ну, конечно, я в этом без конца говорю. Но это с одной стороны, говорит Гегель, а с другой стороны они противоположны. Бытие есть что угодно, только не ничто и наоборот. И вот это отношение непосредственности превращения, когда бытие есть ничто. То есть не переходит, в этом смысл фразы, а перешло. Это значит, что оно то же самое. Гегель дальше чуть-чуть подробнее сообщает. А с другой стороны нет ничего более далёкого, чем бытие и ничто. И вот между этими двумя крайностями серединой является становление. то есть переход. Сначала Гегель заявляет, что это одно и то же. С другой стороны это вообще разные вещи, которые никак никуда перейти не могут друг другу, потому что они уже совсем разные. С другой стороны они одно и то же. И вот серединой между этими, пока мы покачались на этих кочерках, мы получили переход от ничто в бытие возникновения, от бытия от ничто и исчезновения. В любом случае переход. У Гегеля так дальше происходит. Почему-то он подробнее не говорит. Ну ладно. Ладно. Это я, собственно, ещё к тому, что понятие становления у Гегеля вот так строится. То есть вообще говоря, вот если… То есть оно не первичное какое-то, да, понятие, а оно как бы конструируется из других первичных понятий? Ну конечно, да. Оно конструируется из бытия и ничто. Оно какое-то, вообще говоря, такое вот первое как бы… В каком-то смысле… Ну ладно, неважно. Я к тому, что в Гегеля ведь тоже предмет не дан. А если он дан как бытие, то это бытие, которое тут же оборачивается в ничто. То есть вот эта ситуация, когда форма в предмете соотносится с собой… Потому что зам Гегеля действительно как-то ничего не разъяснил, как-то всё понимать. Но как бы по общему замыслу, когда сознание в предмете соотносится с собой и мы называем это бытие, с этим я согласен. Действительно, если бы слово «бытие» не действительно уместно. Это действительно бытие. Сознание в предмете соотносится… Форма в предмете соотносится с собой. Сознание в предмете соотносится с собой. В предмете равно себе, можно и так сказать. Вот это действительно называется бытием, именно всё это состояние. Не предмет, как я неудачно выразился сначала, получившееся из этого. Нет. А всё это вместе называется бытие. Вот. Это вот исходная ситуация. Ситуация есть, бытие есть, просто есть. Но в этой же ситуации есть ничто. И если в нём различать, как Игорь предлагает, и предмет, и отношение с собой, и я, скажем, то ничто, как бы и предмет ничто, и я ничто. Потому что если я акцентирую внимание на другую сторону отношения с собой, то получается ничто в том смысле, что я тоже ничто. Не как у Декарта я есть предмет, а я тоже пуст. Я пустое мышление или пустое созерцание. Нечего созерцать, то это не значит, что есть само созерцание. Этого хода нет у Гегеля. У пустого созерцания нет предмета, но есть созерцание. Это Декард, скорее. А у Гегеля как бы и я тоже пуст. Даже если я как бы акцентирую внимание на себе в этой вещи. Всё равно получается ничто. А истиной того и другого является становление. Ну и ладно. Ладно, есть ещё феноменология, где тоже всё довольно сложно. Знаете, для меня в чём сложность сравнения логики с феноменологией? Я этим закончил, наверное, сегодня. Для меня лично сложность в отношении мыслящей и чувственной формы. Уже феноменологии они ясно различены. Это не только как бы я придумал когда-то своё время, заметил на ровном месте. На самом деле в Гегеле это... Может, я только и заметил, но тем не менее в Гегеле это всё однозначно написано. В логике этого отношения, конечно, нет. Отношения мыслящей и чувственной формы нет. Куда при этом девалась чувственная форма, я не знаю. Мысль, которая сознаёт себя, когда я воспроизвёл эту ситуацию даже сегодня, мысль соотносится с собой как с формой предмета, сказал я. Но что это значит? То ли он уже преодолел чувственную форму в логике? Я так далеко логику никогда не видел. По-моему, преодолел. У него же не надо всё есть мышление. Ну, конечно, как-то преодолел. Он преодолел. Просто преодолел и отбросил. По-моему, по-моему. То есть становление мышлению делать нечего. У него даже в феноменологии как бы получается, что он сначала одну, потом уберёт, потом другую, потом третью какую-то рассматривает. Ничего не удаётся. Мне кажется, именно так. Ну, может быть, наверняка преодолел. Как преодолел? Куда надевается вообще в опыте сознания? Чувственная форма. Но в логике её действительно нет. Вот такая вот очевидная разница между феноменологией и логикой в том, что в феноменологии мыслящая форма опосредованно чувственная форма в своём отношении с предметом опосредованно чувственная форма. Когда мыслящая форма берёт чувственную форму как форму предмета, предмет получает значение бытия. А феноменология и так. Когда мыслящая форма берёт, сознаёт чувственную форму как форму предмета, то называется бытие. А во сколько предмет так и чувственный, потому что и форма чувственного предмета и сама форма чувственная, потом она, собственно, и чувственная форма, то мы и говорим, что В бытии есть некая определённость чувственного предмета, определённость ночи. Мы говорим, ночь – то, что есть. А ночью мы можем сказать только то, что она есть. В общем, сказать ничего не можем. Потом она почему-то оказывается ночью. В дальнейшем она оказывается ночью, которая переходит в день. Хотя бы уж нечто в иное, я бы ещё понял. Но почему ночь в день? Убей Бог. Он много раз говорит, что мы о предмете можем сказать только то, что он есть. Может, для личной позиции только так, то есть для мытой, а для самого сознания она не понимает. А с другой стороны чувственное же всегда конкретно, поэтому какие у него были варианты. Только так. Там же не просто предмет есть в бытие, а прямо-таки ночь есть в бытие. Вот это вот в чувственной своей конкретности. Нет, так хочется знаний принять. По факту оно, всё, что оно имеет, это только и есть. Всё. Там оно есть. И это оно, а это есть. И потом это никак не зависит, является ли это. Да-да-да, но он это тут же, без малейшего перехода, говорит ночь. Он, конечно, начинает с этих абстрактных понятий, но потом тут же вместо них говорит ночь-день, и как будто это то же самое. И это имеет смысл, потому что, ну, это чувственные формы. А чувственная форма по смыслу своему, она обязательно конкретна. Она красная, зелёная, ночная. Здесь, понимаете, как любопытно, у Аристотеля форма осознаёт себя в качестве куба, и тем самым делает медь-медью. Медь становится медь в форме куба, а форма при этом удерживает себя, как равный себе куб. И это делает как раз возможным превращение меди в медь. А у Гегеля, когда форма... Я всё пытаюсь нащупать, разница-то никак не удаётся вполне этих двух метафизик. А у Гегеля, когда форма осознаёт себя, как форма предмета, предмет получает значение нотюдь не иметь. Означение бытия. Феноменология. Даже не в логике, даже оставаясь в пределах феноменологии, когда мыслящая, безусловно, мыслящая форма сознаёт чувственную форму как форму предмета, то есть это укладывается в общее построение, когда форма сознаёт себя, как форму предмета. Вот в феноменологии это расписано так, когда мыслящая форма сознаёт чувственную форму. Как форму чувственного же предмета, то этот предмет получает значение бытия. Но для того, чтобы удержать чувственную форму в качестве чувственной, она должна иметь вот эту свою качественную определённость. Да. А именно ночь. Вам самое-то интересное, что есть ещё следующая глава, которая называется «Вещь». Но я-то, подождите, Балак, я дострою этот диалог с Игорем. Я просто сравниваю с Аристотелем. То же самое удержание формы. Посыл тоже замечательный посыл. Форма сознаёт себя как форму. Причём как определённая форма, феноменология Игоря тоже определённая форма. Для этого, конечно, должен быть день, а день не бесконечный, или там ночь. Понятное дело, что он имеет границу. Эта граница может быть куб, может быть круг, там, неважно. Она определённая, раз это форма чувственного предмета, то значит, что она определённая форма. Но когда она удерживает себя как форму предмета, мы имеем феномен бытия, а не феномен ночи. А у Аристотеля мы имеем феномен ночи, феномен меди, феномен дерева. Я про это. Я пытаюсь понять, что-то люди говорят, да, и что-то другие люди пытаются понять. Не более того. Вроде бы разговор был такой простой. Если мы удерживаем в формах определённую форму, то Гегер настаивает, что мы имеем феномен бытия. А Аристотель сказал, что медь делается медью. А у Гегера медь делается бытие. В какой-то ситуации. Это первоначальное наше знание. Ничего мы не знаем, что ночь-то ночь. Мы знаем ночь, что она просто есть. А то, что она потом улепётывает и превращается в день. Ну, Гегер называет словами «день» и «ночь». Ну, Бог с ним. Может, он действительно не... Ну, как тут назовёшься, на самом деле? Игорь прав. Опять же. Можно назвать нечто иное, но ничего не меняется. Понятно, что если это чувственная вещь, определённая вещь, что это медь, ночь. Понятно, что оно конечное, и оно рано или поздно сменится. И оставит нас в недоумении. Было бытие, а что теперь стало... Неважно, называем мы это, где не называем. Вот было бытие, теперь оно стало явно другое. И что, опять бытие? А тогда что было то? Но вот этого феномена бытия у Аристотеля нет, хотя вроде бы построение такое же, как... То есть, у Гегеля такое же, как у Аристотеля. Исходно. Форма знает себя, как форма предмета. Раз. Всё. А предмет – чувственный предмет. В обоих случаях это тоже так. Но Гегель здесь, на этой границе, находит... Мы говорим, и у всех, кроме Гегеля. Вот Гегель находит здесь феномен бытия. Когда ещё раз, когда форма сознаёт себя, как форма предмета. Это Гегель называет бытием, и это неотразимо. Это Парменид называет бытием. Почему такое Гегель? Почему такое Гегель? Да, это Парменид уже называет бытием. Просто у Парменида не совсем ясно, что это чувственный предмет, а в феноменологии... Почему удобнее феноменологии именно сравнивать с Аристотелем? Потому что и там, и там чувственный предмет. Как бы вопиющее недоумение. Всё то же самое, но вдруг у Гегеля, как чёрт из табакерки, вдруг возникает бытие при тех же посылках. Форма сознаёт себя, как форма чувственного предмета, в логике просто предмета. Куда ты делаешь? Чувственная форма, чувственный предмет – ладно. это делаешь и делаешь. Интересно, куда? Но это надо очень много чего читать. Ну, ещё логику до конца дочитать. Начинать, понять, куда делать. То есть, с именологию до конца дочитать, понять, куда делать чувственную форму. Я в самом деле так думал, на самом деле. Почему так? И, по-самбелу, есть следующая глава вещь. А на самом деле, это глава вещь отличается от чувственной достоверности только тем, что в чувственной достоверности предмет берётся без использования понятия непосредственно, а в главе вещей он берётся с использованием понятия. То есть, на самом деле, это одно и то же. То есть, у Слонгера в одном и том же отношении с миром, как бы, да, только одно отношение. Изначально сознание хочет взять мир так, как он есть, то есть, непосредственно во всем своём богатстве, но оно не может ничего получить, кроме того, что есть. Потом она соглашается. Да, без помощи понятия не получается. И, как бы, берёт с помощью понятия, и получается вот вечный мир. То есть, мир веществ. И Гегелю это нужно для того, чтобы обосновать необходимость перехода от одной формы к другую. Там вещь, дальше пойдёт рассудок и прочее. То есть, мы вот это предварительное состояние, когда непосредственно мир в сознании хочет взять, да, без помощи понятия. Оно именно нужно для обоснования вот этой состояния вещей. А Аристотель работает на уровне вещей. Поэтому сравните с вами, нелогично. То есть, у Аристотеля уже есть вещи. Он уже обсуждает, как вещь устроена. То есть, у него вот такой предварительной ситуации, когда есть какое-то принятие мира в своей во всей полноте чувственном, у него такого просто нет. Ну, почему? Аристотель же говорит про медный шар. Так, это вещь. Медный шар – это вещь. А Гегель начинает с ситуации, когда просто сознание, условно говоря, открыло глаза мира. И просто есть какое-то многообразие, пистерит, что-то такое. Непонятно, что, да, какие. И вот он пытается все это многообразие принять, вот как оно есть, без того, чтобы нарушить меня что-нибудь, без использования понятия. Непосредственно хочет принять. И не может. Потому что все, что она принимает, это только есть. И ничего не может она принять. Без использования понятия. И только когда она соглашается, в черстве не буду принимать с использованием, а посредством, да, то есть с использованием. что по понять у него понять это у него самым широком смысле это просто опосредована для того чтобы принять вещи как ново последний вещь не бывает непосредственно если вещь не бум когда сознание соглашается принять нечто опосредованное возникает уже тоже все то же с5 марки срота превращается в вещей в течении аристоте полна чинок стомана дошли для очевидно что верить мир вещей и она не обсуждает на самом деле никакую чувство до того как он как как этот как вообще возник умерющего как-то возник перед нами перед нами возник мир вещей мы нам это очевидно но это же не так что даже некая первичная феноменальная дать не копиричных или минус какая-то пистолка потом она эта пестроту мы понимаем как Как мне кажется, Гегель пытался обосновать, как возникает мир вещей. Для него важно было указать некий этап до того, как мир стал для нас мировещей. Кстати, и Кант тоже начинает с мировещей, у него тоже очевидно, что у него есть мир вещей, и он обсуждает, как этот мир вещей устанавливается. Ну, это скорее всего правда. Все на сегодня.